На самом деле очень тяжелая поводка и обстановка. 8 мая пришла вода на территорию Усишинского муниципального района Омской области. Вода пришла, получается, по реке Иртыш, очень сильно поднялась, и прошло затопление ближайших сел, и в том числе села, где компактно проживают татары. На данный момент проходит эвакуация жителей всего района. Уже многие деревни эвакуированы, эвакуированы в ближайшие муниципальные районы Омской области, в Теврийской, Тарский, Знаменский, Большереченский район, где размещены пункты временного содержания. Правительство Омской области, общественные организации татарские оказывают активное участие в помощи в эвакуации и в обеспечении гуманитарной помощи. На данный момент эвакуировано порядка 1800 человек с территории Устешинского муниципального района в пункте временного размещения. Порядка 12 деревень и сам, получается, районный центр. Буквально два дня назад был сам в зоне чрезвычайной ситуации, разговаривал с населением, успокаивал, объяснял, что на данный момент мы должны показать свое единение. Надо объективно, рационально подойти к этому вопросу. Все переживают. Но, как бы то ни было, я привожу пример, что пожар, что наводнение, в принципе, одно и то же. И на примере сгоревшей деревни, деревни Каракуль, на примере Курганской области, мы показываем именно единение татарского народа. Мы показываем, что мы отстроили, мы помогли, мы делаем. И в этой ситуации, я говорю, что как уйдет вода, будет уже оценен конкретно в каждую дом, в каждую семью, в каждую деревню ущерб. И будем системно оказывать помощь всем, кто пострадал от поводковых вод. Помощь приходит, помощь приходит с различных регионов Российской Федерации. Очень активно помощь оказывает и Всемирный Конгресс Татар. Я знаю, что буквально завтра уйдет фура в зону чрезвычайной ситуации. Многие татарские организации ближайших регионов помогают, переводят деньги, отправляют гуманитарные грузы. У нас в городе Омске, при правительстве Омской области, существует гуманитарный центр, откуда будет системно распределяться помощь в зоны подтопления. И в зоны пунктов временного размещения, где сейчас размещаются люди, пострадавшие от поводковых вод. Гуманитарная помощь нужна, конечно, питьевая вода. Мы понимаем, что в зоне подтопления есть определенные риски кишечных, ротовирусных инфекций, вода, предметы личной гигиены, продукты питания необходимы, в основном консервы, другие продукты питания, чтобы люди, в первую очередь, не порчатся продукты, и чтобы жители почувствовали именно наше тепло, что они не одни, что все переживают и делают все возможное для того, чтобы облегчить как-то их страдания. Сейчас буквально встречался с Василием Гаязовичем, представителем Всемирного Кандидата Татар. Мы обсудили вопрос, обсудили проблемы, которые есть. Хочу сказать огромное спасибо, Зозу Рахмат, за предоставленную возможность обратиться к татарскому народу. Мы ждем Вашей помощи, именно в это время мы должны быть вести.